МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На первый взгляд, хризантема мало чем отличается от обыкновенного БМП. Те же гусеницы, та же броня. Только вместо привычной башни труба, которую то достает, то прячет механическая рука. Это пусковая установка. По мнению специалистов, хризантема должна стать одним из главных противотанковых средств российских сухопутных войск. По крайней мере, на первую половину 21 века. Внешнее сходство хризантемы с боевой машиной пехоты вполне объяснимо. Комплекс размещен на шасси БМП-3. Благодаря этому он получил высокую мобильность, отличную маневренность и проходимость. Хризантемы не страшны ни грязь, ни снег, ни бездорожье. Двигатель в 500 лошадиных сил позволяет машине развивать скорость 70 км в час по шоссе и до 50 по пересеченной местности. Умеет хризантема и плавать. Причем водные преграды она преодолевает сходы, без предварительной подготовки. Причем водные преграды она преодолевает сходы, бездорожье. Боекомплект ракетного комплекса 15 50-килограммовых сверхсовременных ракет. Противотанковых и фугасных. Создатели уверяют, ракеты хризантемы самые мощные в мире. Заряд уничтожает динамическую защиту бронетехники и пробивает более чем метровую броню. Хризантема сможет поражать все существующие и даже перспективные танки БМП и БТР. В случае необходимости комплекс может быть использован для уничтожения бетонных и бронированных укрытий и бункеров, низколетящих самолетов, вертолетов и даже десантных кораблей противника. Ракеты находятся в специальных контейнерах, расположенных в верхней части машины. Перезарядка ракетной установки, равно как и перевод комплекса из походного положения в боевое и обратно, производится оператором с помощью специального пульта. Створки контейнера открываются, и механическая рука закладывает очередной боеприпас в ракетную установку. Всего несколько минут, и хризантема готова к залпу. Стрельба может вестись двумя ракетами с интервалом в одну секунду. Хризантема способна поразить цель с расстояния в 6 километров. В любое время суток, несмотря на дождь, снег или дымовую завесу. Двойной заряд комплекса – боеприпас двойного назначения. Он может быть направлен в одну или в две разных цели. В первом случае гарантированно уничтожается динамическая защита и пробивается основная броня. Во втором – одним залпом поражаются два объекта. Стрельба дуплетом. Хризантема оборудована двумя системами наведения – радиолокационной и лазерной. РЛС самостоятельно обнаруживает и сопровождает цель, а также управляет летящей ракетой. Одновременно оператор, используя полуавтоматическую лазерную систему наведения, может вести огонь по другой цели. Хризантема – детище Коломенского КБ. Госиспытания многофункционального ракетного комплекса завершились два года назад. Сейчас идет подготовка к серийному выпуску машин. Необходимости тиражировать Хризантему в тысячах экземпляров нет. Военные аналитики считают, появление даже нескольких ракетных комплексов на поле боя сможет в корне изменить расстановку сил. Скромный букет всего из трех Хризантем способен отразить атаку 14 современных танков. Целой танковой роты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА